Здравствуйте! Привет, друзья! Это разговорное видео. Мы решили все-таки чуть-чуть поснимать разговорных видео, и у нас очень мало времени, поэтому мы будем говорить быстро. Здорово, пацаны! Да, в этом видео мы хотим, как следует из названия, поделиться какими-то вещами, которые к нам пришли за последние годы, без конкретного срока, за последнее время, что для нас поменялось в отношении к музыке как к профессиональной деятельности. Я расскажу про свою часть, то есть это больше про сочинение песен и выступления, Евгений Евгеньевич. А я душный про звук, ну и в целом немножко по тематике продюсируем. Вот. Для тех, кому нравятся разговорные видео и информация более подробная, у нас есть Boosty, вот там находятся, там больше 200 обучающих видео, подписка месячная, можно на один месяц оплатить, посмотреть все видео и перестать оплачивать, или подписаться и следить за новыми выпусками и так далее и тому подобное. Просто зайдите, посмотрите, что там есть, вы поймете, что это кладезь просто бесценная. Давайте я начну. Мы так уже решили. Можете мне не разрешать. Короче, ну и типа да, мы решили не рассусоливать, прямо коротко, тезисно. И первое, что я окончательно понял за последние годы, это то, что кого-то пытаться скопировать, это путь в никуда гарантированный. Я не знаю почему. Вы, конечно, можете мне привести контрпримеры, но любое исключение лишь подтверждает правила. Аналогия не является аргументом в споре. Я могу тоже вам привести контрпримеры на контрконтрпримеры. Так вот, все-таки по моей практике, по тому, как я стал к этому относиться, пытаться сделать как кто-то, пытаться кого-то скопировать, это путь в никуда. Это не работает. Можно использовать референсы, можно чем-то вдохновляться, но всегда нужно пытаться сделать музыку в своем уникальном стиле, со своими уникальными текстами, музыкальными приемами, голосом и так далее и тому подобное. В конечном итоге выигрывает только это. В конечном итоге у нас есть одна металлика, там, не знаю, один Эймином, ну и так далее. А все топы, они одни. Да, да, да. То есть не существует двух топовых артистов, и они прямо неотвечимы друг от друга. Ну, кроме этого, Анжелики Варум и Леонида Агутина. Но там пич. Вот. Поэтому вот так. То есть я полностью от этого абстрагировался, я теперь, когда пишу музыку, я никогда не пытаюсь сделать как у кого-то. Я могу чем-то вдохновиться и начать в ту сторону делать, но чем дальше иду, тем оно больше перестает быть похожим на то, чем я вдохновлялся, и это чудесно. Оно в любом случае выходит по-своему, и вы делаете вещи, что работают лично у вас. Да. Следующее, ну это уже, конечно, давненько я к этому пришел, делать музыку для людей, а не для музыкантов. Что это значит? Это значит, что попытаться поставить себя на место простого слушателя, простого слушателя, который знает песню «Рюмка водки» на столе и «Happy New Year» группы ABBA. И когда вы пишете песню, думать о том, что вот этот простой слушатель вообще сможет в этой песне услышать и понять. И если очевидно, что нихуя, то, ну если у вас только не стоит цель заниматься авангардной и... Но я вообще, я про себя рассказываю. У меня не стоит цель заниматься андерграундной и авангардной музыкой. Я пытаюсь, я занимаюсь андерграундной музыкой, но я пытаюсь все больше и больше, как бы, сделать ее в хорошем смысле попсовой. И я все время стараюсь поставить себя на место неподготовленного слушателя и понять, что он услышит в этой песне. Если я понимаю, что нихуя кроме выр-выр-выр-грыр-грыр-грыр и громких барабанов он не услышит, значит, ну типа, это не то. То есть, думаю о слушателе. А что по поводу моей песни подумают музыканты, мне уже лет пять как вообще похуй абсолютно, потому что кого вообще волнует, что там музыканты думают. Я не для музыкантов пишу песни. Вообще поймите, что, ну типа, люди простые слушают песни, пишите для простых людей. Следующее, это быстро отбрасывать нерабочие идеи. Раньше было у меня такое вот дрочиться, типа, ну что-то написал, и вроде бы что-то в этом есть, но оно как-то никуда не ведет. И вымочиваешь, вымочиваешь, мусолишь, что-то, да. Так бывает, что вроде бы какой-то музыкальный смысл в какой-то части есть, но он никуда не ведет. Так бывает. Может быть, он вообще никуда не ведет в принципе, может быть, у вас недостаточно композиторских способностей, чтобы вывести его куда-то. В любом случае, проще выкинуть нахуй то, что не работает, и сочинить заново. Скорее всего, вы придумаете еще лучше. Не цепляйтесь за то, что не работает. Следующее, это то, что приоритет моей деятельности, это писать песни. Это где-то вот год, год, может, чуть больше, как я себе поставил. То есть, у меня есть очень много забот, хлопот, жизненных, рабочих и так далее, и так далее. Но я над всем этим первым местом стараюсь поставить сочинение музыки, написание песен. Если у меня есть какие-то, например, не очень срочные дела, но которые надо делать, я их откладываю до тех пор, пока они не станут уже предельно срочными, их надо сделать, и сижу, пишу музыку. Это расставление приоритета. Потому что в долгую сыграют только песни, которые вы написали. И чем раньше вы напишете и выпустите эти песни, тем раньше вы получите вот этот результат, который придет через какое-то время. Понимаете, даже если вы выпустите завтра потрясающий хитовый альбом, дивиденды с него вы получите, ну, в лучшем случае, через полгода. Соответственно, если вы выпустите этот альбом через полгода, дивиденды вы получите через год, и так далее, и тому подобное. Поэтому, не могу говорить. Поэтому самое как бы приоритетное, это писать песни. Вы все-таки музыкант, автор песен, артист, надо писать песни. Следующее, это то, что я стал исходить из идеи песни и текста. Раньше, сходясь сочинять песню, я брал гитару, и там что-то играл, вот вроде риф получился прикольный, сейчас попробую там, типа... И получалось часто, что я сочинил какой-то набор рифов, потом начинаю что-то придумывать на него, оно как-то, ну, так, постольку-поскольку ложится. Нет. Типа, самое важное в песне это... Очень многие пишут набор рифов, пишут вокальную рыбу и начинают на это писать текст. Так никогда не работает. Так не пишутся... Когда-то так работает, но это не современный подход. Да. Да. Вот. Идея, самое главное, идея. То есть я ищу идею, ищу какую-то ебучую строчку, какой-то мотивчик, ну, он же может в голове появиться, просто мотивчик. И вот когда оно появилось, ты это хватаешь, крутишь один-два дня в голове, и у тебя уже что-то созрело. После этого ты садишься, вот это фиксируешь, и вокруг уже начинаешь делать ранджировку, музыку, рифы, все что угодно. Но вот этот панч, вот хук в песне, он должен сочиниться первым, а дальше все вокруг него строится. Следующий пункт такой немножко сомнительный, но я советую вам не надеяться на сведение. В том плане, что если вы написали музыку в демо-качестве, и она не качает, скорее всего, после сведения она не начнет качать. То есть, значит, там какие-то неудачные музыкальные решения, ну, что-то там не так. В приемлемом демо-качестве хорошая музыка и хорошая песня должна работать. То есть у вас на уровне демо песня должна слушаться и работать. После сведения-то просто все станет намного более ебучей, круче и так далее. Если у вас не работает на уровне демо, скорее всего, оно и на сведении не заработает. Подумайте, что не так. Может быть, совсем не те звуки вы подобрали. Может быть, ну, типа гармония не та, я не знаю, вокал, ну, что-то. Надо искать проблему. То есть, если на уровне демо песня не работает, ищем проблему, решаем ее. Следующее — это плясать от вокала. Поскольку я пою в своей группе, я столкнулся с проблемой, что... Ну, не с проблемой, а пришел к мысли, что вокал в песне — это самое важное. И у каждого вокалиста есть сильные стороны и слабые стороны. И у каждого вокалиста есть тасситура, в которой он звучит круто и в которой он звучит не круто. И поэтому, когда я придумываю какую-то мелодию, я сразу думаю о том, в какой тасситуре, типа, я ее спою. И дальше тональность песни выбирается, исходя из того, в каком месте мне будет удобнее всего это петь. Это кажется логическим, но когда вы, например, играете metal music, и у вас там гитара в ре, вы начинаете все песни писать в ре, а у вокалиста это самый, там, ну, типа, высоко вокалист в ре, например. И, ну, получается, как бы, странная ситуация. Плясать нужно от вокала, от того, где ваш вокалист звучит лучше всего. И подбирать тональность песни, и также вообще всю аранжировку, если там у вокалиста низкий голос использовать, поменьше там, ну, чего-то, что заполняет его диапазон, ну, и так далее. Я думаю, вы поняли. И вообще, и это, опять же, предыдущему пункту, по этой причине вставлять вокал в последнюю очередь, это хуёвая идея. Вообще, самое, на мой взгляд, если вокалист не автор музыки, то самая рабочая тема, это попросить вокалиста под акустическую гитару спеть песню, ну, типа, записать ему гармонию и попросить спеть. И потом вот на этом делать уже аранжировку, музыку и так далее, а потом просто перепеть на чистую. Так работать в сто раз проще, ну, типа, честное слово. Следующее, это использовать рабочие решения, а не разрекламированные. Что я имею в виду? Вот эта гонка за какими-то новыми, самыми классными плагинами, сэмплами, приборами, примочками, струнами. Это всё хуйня. Лучший враг хорошего. Да. Ну, типа, научились вы пользоваться эквалайзером от Vance? Ну, и пользуйтесь. Да, да. Новый эквалайзер от какого-нибудь Ньютона или кого-то... Ничего вам не сделают вообще. Он вообще ничего не поменяет в вашей работе. Вы просто потратите полдня на то, чтобы его найти, крякнуть, скачать, установить. И это самое, разобраться в настройках. Не надо. Если у вас есть инструмент, который работает и полностью вас удовлетворяет, пользуйтесь им, занимайтесь музыкой, а не изучением вот этой... Windows XP. Ну, и то же самое касается, как бы, там, процессоров гитарных, я не знаю, примочек, там, пультов и так далее. Это всё неважно для музыки, для песен. Это неважно. Следующий пункт вытекает тоже из предыдущего. Это уже касается концертной деятельности. Использовать максимально отказоустойчивое оборудование. Нет ничего хуже, чем педалборд, например, который отъебнул на концерте и начинается. А что? А какая из педалей сломалась? А, пук-пук. Ну, типа, ребят, педалборд, если уж вы, там, не знаю, фанат гитары и примочек, это для студии, это для дома. На концерт вы идёте, берёте, там, какой-нибудь небольшой процессор, который безотказно работает, там, минимум каких-то эффектов и так далее. Мы в группе БАУ, вот, типа, сменили достаточно много оборудования и пришли к какому-то сетапу, который, ну, практически всегда работает, который имеет очень высокую отказоустойчивость. А если вдруг что-то сломается, у меня всё есть запасное. И, ну, типа, когда ты начинаешь выступать, там, 10, 20, 30, 40 раз в год, это становится важно. Особенно, когда ты едешь в тур, когда у тебя концерт за концертом и возможности что-то починить, переделать и так далее нет. Поэтому, что касается оборудования, вот эти эксперименты, а я сейчас возьму электросмычок, там, я не знаю, это всё, забудьте вообще всё. Вот, например, у нас гитаристы все играют на проводах. Это неудобно. Но это работает всегда. Ты воткнул провод, и звук идёт. Если бы мы купили ещё три радиосистемы вдобавок к нашим пяти имеющимся радиосистемам, и у нас было бы восемь радиосистем на сцене в маленьком клубе, где люди с мобильными телефонами, ну, типа, это вызывает трудности. Поэтому, ну, как бы, нет у нас пока что отдельного человека, который занимается RF-менеджментом, и вот так. И последнее, что я для себя вывел, это не вписываться в мутные движения. Ну, я думаю, что всем понятно, но, знаете, рано или поздно начнут какие-то типы появляться, которые будут вам предлагать какую-то хуйню. Давайте там, типа, попробуем поработать с нашим лейблом. Давайте мы вам там сделаем, я не знаю, какой-нибудь странный концерт, хуй пойми где. Давайте запишем фид, как с какой-то группой. Да на самом деле она известная, просто на индексе мало прослушаем. Типа, не тратьте время на эту хуйню. Вот просто не тратьте свое время. Занимайтесь своей темой. Если вам предлагают, ну, типа, нормальные движения, там приходит какая-то, ну, концертная площадка, которую вы знаете, она говорит, мы вам сделаем то-то, то-то, заплатим. Ну, да, тогда, конечно, надо. Ну, и то контрагентов желательно проверять. Желательно все равно с кем, кто бы вам там ни написал, ни позвонил, навести справки. Потому что, ну, все-таки какой-то кидаловый, какой-то хуйни в нашей индустрии присутствует. Имеет место быть. Личный бренд и песни. Все, вот над чем надо работать. Да. Я высказался. Да. У меня не так много пунктов. Пунктов, ну, я не более душный, но суть в том, что я... За это тебя любят. Да. Ну, относительно не так давно я переехал в Москву, начал работать более плотно, более на потоке, более... Ну, именно профессионально заниматься как профессией звукорежиссуры. Вот. И у меня случилось глобально два пересмотра взгляда на... Ну, на звук в целом. Первый пересмотр у меня был в плане выстраивания гейнстейджинга, если вам это о чем-то говорит. И второй пересмотр был после того, как я начал работать с товарищем... Гоша, если смотришь, привет. Он сейчас является одним из ведущих продюсеров Blackstar. Мы занимались вот его песнями. Он очень много мне рассказал... Очень много полезного в плане звука и в плане вообще взгляда на музыку. Вот у меня случился второй пересмотр звука в сторону работы в мастер, в сторону, ну, модерного, плотного, полноспектрового... С середины. ...широкого звучания, да. Вот, ну, прям модерн. У меня было ощущение, что я жил как вот в какой-то капсуле. То есть я там, ну, не смотрел на топовых западных артистов, как они звучат, как вот это все. А тут я начал смотреть и думаю такой, да я так это сделаю вообще на ход ноги. А оказалось, вообще нет. И я такой, блин, а как? А как это работает? И началось вот это. Ну, и, к слову, вот из-за двух этих пересмотров у нас есть два курса на Boosty. То есть базовый курс по сведению мастерингу и переиздание курса уже с более модерновыми взглядами, причем в сторону упрощения подходов. Ну, то есть меня как осенило в один момент, что извечно музыка работала. Раньше делали, ну, типа мощнейшие ебучие миксы на консолях там. Нету всяких там многополосных там фантастических плагинов вот этого всего. И оно все работало. И сейчас люди более того на Западе также работают. И у них это все просто фантастически, современно, здорово звучит. Вот. И в связи с этим я прям очень сильно пересмотрел подход к эквализации, там, к компрессии, к всем вот этим вещам. Вот. И взгляд на музыку у меня очень сильно поменялся. Тоже я вот, ну, я задумываюсь, вот как я относился к музыке раньше. Типа там, а вот там, типа, интересная гармония, там, интересные ритмы, какие-то там фишечки, может быть, это все. Ну, то есть я... Слушал музыку как музыкант. Да. Ну, да, вот один из пунктов твоих. Я именно кайфовал от деталей в музыке, от каких-то нюансов. А тут, ну, и вместе с тем, что я начал заниматься именно продюсированием музыки, да, я начал думать в целом о песне, вот, в ту же каску, что идея должна быть, должна быть эмоция, ну, вот взгляд на музыку со стороны слушателя. Я начал думать, вот мне бы там эта песня попалась бы там, ну, в рекомендациях, стал бы я ее слушать или нет, или скипнул бы. Да, и это прям просто капец, как сильно, ну, перевернуло взгляд в голове очень-очень сильно. Очень важна эмоция в песне, очень важна текст. Драматургия. Драматургия, текст, все это должно работать вместе и направлено именно, чтобы человека прям вонзило. Вот. Если его вонзит, все, он будет слушать. Пронзенный. Он будет вонзенный и пронзенный, да. Вот. И последний пункт, что за эти годы, ну, студия почти три года существует, и сейчас она, в принципе, на стадии, что я уже не один этим занимаюсь. У меня есть два коллеги-звукорежиссера, вот, и мы... Два гуся. Троем с ними, да, занимаемся. То есть мы расширились, и у нас уже вырисовывается некая разнопрофильность в работе с разными жанрами. Вот. Я кончил. Такой вот видосик, ребят, просто, типа, мы поделились мыслями, разговорное видео. Мысли. Вы скучали по разговорным видео на этом канале, мы постарались их подснять. У нас мысли у вас, слушай. У вас видео. Да. Спасибо, дорогие. До новых встреч. Берегите себя и своих близких. Всем хорошего настроения и хитов. У нас товар, у вас... Купец! СМС 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 Продолжение следует...